Всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой операционной системе, как Red Star OS. Red Star OS это северокорейская операционная система. Сами знаете, в Северной Корее социализм. Коммунизмом я его назвать не могу, сами понимаете, коммунизм еще нужно построить. Так же как и демократию, коммунизм еще никто не построил. Своебразное, можно сказать, что-то недостижимое по той причине, что все люди и жадные, и воровитые. То есть все люди с недостатками, поэтому идеальное общество построить невозможно. Тем не менее, им нужна была операционная система. Естественно, она на ядре Linux. Самое, что интересно, что истоки данной операционной системы идут от корейского компьютерного центра, который появился в самом начале нулевых годов. Основан он был семейством Кимов и руководил им Ким Чон Нам. Это тот самый парень, который подделал китайский паспорт. Живет он сейчас в Китае для того, чтобы посетить Диснейленд. Вот. Естественно, сейчас он в забвении. Можете почитать про него. Он считается сводным братом Ким Чен Ина. Ким Чен Ина – это Ким Третья, который сейчас на престоле. Северная Корея все-таки это более тоталитарный такой социализм. По той причине, что это уже какая-то монархия. Дело в том, что по наследству в Советском Союзе власть не переходила. Но вот в Северной Корее она переходит именно по наследству. Вот такие вот дела. Короче, Ким Чон Нам был в забвении. Живет вроде бы в Китае. Подели слухи, что его хотели устранить. Сейчас, естественно, данной разработкой он не командует корейским компьютерным центром. Я имею в виду. Корейский компьютерный центр – это центр, который, в принципе, ничего не разрабатывает. Они берут все уже в мире разработанное. Ну и создают, точнее, все это адаптируют под северокорейское. Я скажу, население. Там не всегда нормально работает свет, перебой с светом. Но, тем не менее, прошу прощения за мой кашель, тем не менее, им система нужна. Сами понимаете, что использовать Windows они не могут. Но так как Windows, по сравнению с… То есть, Windows можно так сказать, выражусь так. Windows адаптирован под открытый интернет. У них же своя сеть есть. Вот этот корейский компьютерный центр, он создал их внутреннюю сеть. Их есть там свои сайты. Тут кое-где бывают даже ссылки. Вылазит на эту сеть. Но, тем не менее, вы увидите виндовые значки при запуске. Ничего они придумывать-то нового не захотели. Тут все на корейском языке. Поэтому извиняйте, если что-то буду вообще наугад вам показывать. Это не самая новая версия. Самая новая версия – это 3.0, которая полностью слизывает интерфейс Mac OS X. Выглядит все это смешно. Знаете, страна, которая агрессивно относится к офисению внешнего. По сути, интерфейс с лямзила с Mac OS X. Здесь не лучше. Здесь интерфейс с лямзин с Windows. Хотя внешне обычный кедр. Но, тем не менее, вы не поверите, откуда часть интерфейса они прибрили. Они прибрили его с такого дистрибутива, как Linux XP, который был забит камнями в свое время и скончался. Как и Linux XP, данный дистрибутив основан на Fedora Linux. Здесь даже частично используется тема XP-грессии. Та же тема оформления, которая использовалась в Windows XP. Где-то у меня можете поискать весь обзор на Windows XP. Вот такие вот дела, товарищи. Так, одно могу вам сказать, что поисковая система здесь называется Самхэн. Посмотреть мы ее не можем. В их интернет выйти мы не можем. Это файл менеджер. Как я понял, конкуэр. Обычный конкуэр. Выглядит все приятненько, няшненько, а так. Это у нас меню. Совсем не меню КДС, а вы можете увидеть. Немножко такое видоизмененное. Так, это, видимо, тот самый мутированный Mozilla Firefox измененный. Сейчас запустим, посмотрим. Адаптированный чисто под Корею. Прикиньте, они мониторят, откуда запускается их система. И видят где-то там из Белоруссии вражеские товарищи. Для них вообще-то не товарищ запускает их систему. И хочет украсть технологию создания сосисок из костей собак. Они что-то едят. Собак. Вы уж простите, прочитать я тут нихрена не могу. Могу вам только сказать, что, вероятно, здесь ядро 2625 используется. Системные требования. Здесь 800 процессор Pentium 3. 256 оперативной памяти. И жесткий диск 3 гига. Я уже до этого посмотрел. Здесь показаны, какие принтеры все это дело поддерживают. Постараюсь лицать третью часть. Там это все будет более лольно смотреться. Вы сейчас думаете, блин, ну ты мудила, ты там полный антикоммунист. И вообще там козел. Честно. Для меня идеальный социализм это китайский. Ребята, вместо того, чтобы изолироваться, они наоборот открылись. Завалили свои продукции весь мир. Их сейчас диктуют все условия. Понимаете? В IT технологиях диктуют все условия. Вы же идете на Алиэкспресс что-нибудь у них купить. Понимаете? Они на всех вас зарабатывают. При этом это социалистическое государство. Со всеми прелестями бывшего Советского Союза. Совок, он вовремя не открылся. А если открылся, то неправильно. Он погиб. Вы просто съели. То либеральное, что либеральный шабаш, который в перестройку уже подготовился к развалу. Велась агитация. Можете посмотреть, что показали на ТВ. В те времена. Поэтому Союз канул в лету. Он разрушился. В Китае же все произошло совсем по-другому. Там построили не коммунизм, а такой социализм. С примесью капитализма. Ну, все на самом деле круто. Северная Корея же идет по пути более агрессивной изоляции. Поэтому, я думаю, вечно тоже это лиценик будет. Асандок инвкп. Это... Ну, конечно же, это все не откроется. В это закрытая сеть. Мы туда не попадем. Это обычная Mozilla. Вторая, наверное. Более адаптированная для их сетей. Что-нибудь запустится? Нет. Слушайте, тут еще нет того структура. Вот проверим самую простую страницу. Что-то пытаются запустить. О! Ну, ясно, что они особо не адаптировали. Здесь все для работы с русскоязычными ресурсами. Они, сами понимаете, буржуазное государство. Так. Это у них есть минер. Можно в минера поиграть. Господи, чтоб я тут что-то понимал, а? Тут конкурс в качестве браузера. Ну, и этот мутант AirFox. Так. Видимо, у них еще пару игр даже есть. Можно поиграть. Да ну, затянет еще, так сказать. И будет видео полчаса. Тут у них есть даже звукозапись. Есть какой-то аудио-видеоплеер. Наверное, это имплеер. С узвеченной мордой. Под названием Хон Чум Хан Гзин Хон Дун 2.0. Простите за мою. Служик. Я не ржу, конечно, вот к северокорейцам. Так просто. Немного прикалываюсь. Так это нихрена здесь не понимаю. Вижу, что это ColorPaint. Программа для просмотра PDF. Тут еще где-то был отдельный CD с программой. Вы же думаете, что они включат программы вместе с операционкой. Вдруг вы какой-нибудь служащий Газдепа и постараетесь все это дело украсть. Здесь какие-то пары базовых программ есть. Это, видимо, 3D-эффекты какие-то. Так, мы будем это включать. Чуть-чуть за флажок такой, а? Чего вообще такое? Честно, не особо-то что-то понимаю. А это что за пирожок тут нарисован для этой ракеты? Это, видимо, какие-то здесь документы. На буржуйском. Ну, это последняя запущенная программа здесь. Быстрый. Если не строите, то не строите. Не строите. Господи, вам везде рот нужен, да? Или-то вообще поиск какой-то здесь вот. Ничего не понимаю, товарищи. Ничего. А это мануал. Где можно посмотреть немножко. Это мы уже запускали. Это все тот же конкурер. Он же файловый менеджер. Он же здесь еще и дополнительный браузер. Что сказать? Обычные кеды. Третьи. Немножко, видимо, оптимизированные. Для того, чтобы это создать, я не думал, что нужно было создавать целый северокорейский компьютерный центр. Я думаю, что этот северокорейский компьютерный центр нужен для того, чтобы у людей была возможность выехать в Китай или другие страны, а потом ездить по Диснейлендам. Это все не прикол-то. На самом деле у них, знаете, одни как зомби работают. Даже не имеют транспорта. Другого, кроме велосипеда. Это велосипед. Это роскошь. Нет тракторов людям. На валах, на ослах еще в землю пашут. Но в то время их партийные деятели катаются под Диснейленд. Сколько бы не упрекались наши русские совок, Советский Союз, такого ужаса там не было. Был сталинский период. Время было тяжелое. С врагами быстро расправлялись. Тем не менее отстроились заводы. Появилась самая сильнейшая армия в мире. Тут же вообще закрытый такой вот железный занавес ужасный. Тоталитарное государство. Притом еще с примесью монархии. Самая крутая у них должность это военный. Если ты военный, значит ты можешь поклониться миром. Короче, дикая жесть. При этом строя социализм они пытаются взять на халявное программное обеспечение и построить Windows-подобную систему, а на версии 3 вообще что-то такое слепите а-ля Mac OS X. Представляете? Mac OS X. На этом все. Постараюсь найти третью версию, сделать на нее обзорчик. Там будет поинтереснее. Там еще больше всяких нововведений. На этом все. спасибо за внимание.